МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Одна из крупнейших киберспортивных лиг включила в список своих дисциплин World of Warcraft. Новый геймпад, который имеет ряд режимов для увеличения точности мини-джойстиков. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим основные правила гонок, без соблюдения которых будет очень сложно добраться до вершин виртуального автоспорта. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями гонки на легендарной итальянской трассе Монца. Подставляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Швед Маркус Сунстрем, известный как Зет, покидает расположение команды Комплекс Сити и в скором времени вернется в родной Стокгольм. Сегодня игрок официально отчислен из организации и замены в команде, и ему теперь будет ветеран американского каунт-страйк-движения Кори Кам Хейнс. Напомним, еще месяц назад швед заявил, что вскоре, скорее всего, вернется на родину и начнет рассматривать предложения по выступлениям на 1.6 версии. Сегодня стало известно, что корейский варкрафтер Фоу покинул ряды Beijing Esports Team в связи с окончанием контракта. Последний месяц команда Bet переживает не самые лучшие времена, потеряв уже троих игроков. Виннерс, Ху и Чек, которые нашли свой дом в немецкой организации MTV AMD. Дальнейшая судьба корейского андеда пока остается неизвестной. Одна из крупнейших киберспортивных клик нашей планеты Championship Gaming Series включила в список своих дисциплин World of Warcraft. Как вы знаете, турниры серии CGS отличаются хорошими призовыми, а также владеют контрактами с крупными игровыми и спортивными телеканалами. Июльский Лос-Анджелес соберет лучших игроков со всего мира. Имея небывалый успех и популярность на ММО-рынке, World of Warcraft стремительно набирает обороты в сфере киберспорта. Кроме лучших мужских команд со всего мира, Оргкомитет ЕСВЦ анонсировал список участников и женской части ЕСВЦ Masters. В компании с 16 сильнейшими коллективами приятно видеть и россиянок Forza, которые своим удачным выступлением на ESL Major Series получили значительный кредит доверия у организаторов. Скоро девушки будут развеивать миф о том, что женский киберспорт – это исключительно шоу. Добро пожаловать в школу виртуального спорта! Сегодня мы рассмотрим основные правила гонок, без соблюдения которых будет очень сложно добраться до вершин виртуального автоспорта. Значительная часть успеха в гонке зависит не только от мастерства и удачи, но и от того, насколько хорошо вы готовы тактически. Сегодня мы поговорим именно об этом аспекте гонок. Правила, о которых пойдет речь ниже, помогут вам сэкономить, казалось бы, совсем немного, но из таких вот немного и складываются успешные выступления. Правила первые. Во время подготовки обязательно проверьте, как машина ведет себя с полным баком и на холодной резине. Это поможет и хорошо провести старт, и быстро вернуться в ритм после пит-стопа. Правило второе. Хорошо отрепетируйте заезд и выезд из боксов. Многие пилоты забывают про это и проводят плановые пит-стопы в гонке как получится, теряя драгоценные секунды. А потерять можно от нескольких секунд, если плохо помнить начало зоны ограничения скорости, до схода с дистанции, как случилось с пилотом Формулы-1 Льюисом Хэмильтоном на Гран-при Китая в 2007 году. Мы виртуальная школа. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. По машинам. Удачи на трассах. Смотрите далее. Новая мультимедийная клавиатура. С одной стороны это обычный девайс, с другой игровая клавиатура с нетипичной раскладкой. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями гонки на легендарной итальянской трассе Монца. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Геймпад SciTech Keyboard Rumble Pad имеет ряд режимов, которые по нажатию, выбранной пользователем клавиши, увеличивают точность мини-джойстиков в 10 раз, позволяя легче выполнять прицеливание или другие деликатные операции. Клавиша FPS перепрограммирует клавиши и оси в соответствии со стандартными параметрами, которые подходят для среднего шутера от первого лица. Также появилась новая особенность. Сменный блок слева, содержащий мини-джойстик и крестовину. Компания Acer решила покорить сердца самых взыскательных любителей виртуальных баталий и анонсировала новый настольный игровой компьютер Aspire G7700 Predator, представляющий собой образец органичного сочетания экстравагантного дизайна и высокой производительности. Данная модель отличается эффектным внешним видом своего похожего на шлем оранжевого корпуса. Он оборудован поднимающейся, как забрало, передней крышкой, открывающей доступ к отсекам для размещения накопителей. Желая предоставить обладателям настольных компьютерных систем еще более эффективные универсальные средства для понижения температуры мощных чипов от Intel и AMD, компания Silverstone Technology представила кулер NITRAGON EVOLUTION. Он оснащен сразу пятью тепловыми трубками, каждая из которых изготовлена из меди и имеет толщину 6 мм. Также кулер оснащен медным основанием, тогда как материалом для многочисленных ребер его массивного по габаритам радиатора послужил алюминий. Мультимедийная клавиатура Z-Board призвана выполнять сразу две функции. Обычная клавиатура для повседневной работы и специальная игровая клавиатура с очень нетипичной раскладкой, значить которую можно под игры самых различных жанров. Весьма интересный продукт, демонстрирующий очень нестандартный подход к разработке периферийных устройств. Не слишком удобный для повседневной работы, однако способный существенно облегчить жизнь и доставить удовольствие активным геймерам. Сегодня вам предстоит увидеть гонку на легендарной итальянской трассе Монце. В прошлом году автодром отпраздновал свое 85-летие. Участникам предстоит преодолеть 27 кругов общей протяженностью более 150 км. Чемпионат проводится на машинах Porsche 996 GT3K. Эти специально подготовленные для гонок болиды на длинных прямых итальянской трассе разгоняются до 270 км в час. Чемпионат в самом разгаре – это пятый из 12 запланированных этапов. И уже определились лидеры и аутсайдеры. Но тем не менее, еще не поздно поправить свое положение в таблице чемпионата. В гонке приняли участие 23 пилота из разных городов России, Германии, Украины, Белоруссии и Азербайджана. Давайте посмотрим, как выглядит стартовая решетка после квалификации. К сожалению, по техническим причинам после квалификации на старт не смогли выйти три пилота. Два из них – быстрые пилоты из топ-команд, находящиеся вверху турнирной таблицы. Денис Кожин из Камрад Рейсинг и Петр Аксенов из Мотор Хоум Аниен Рейсинг Тим. Итак, пилоты уже ушли на прогревочный круг. Совсем скоро загорятся зеленые огни. Впереди 27 кругов дистанции. Это более 50 минут бескомпромиссной борьбы. Вот прогревочный круг уже окончен, и участники замерли на стартовой решетке в ожидании зеленых огней. Старт Дан и пилоты устремились к первому повороту. Очень медленный и очень опасный шиканье ретифилла. Очень удачно приняли старт Сергей Жуков и Андрей Злобин, отыгравшие к первому повороту три и две позиции соответственно. Остальной пилотон прошел первый поворот без потерь и обгонов. На входе в поворот параболика срывается задняя ось машины Сергея Жукова. Он успевает поймать ее, но скорость потеряна, и накатывавший сзади пилот Камрад Рейсинг Дмитрий Луканов не успевает среагировать и задевает машину Сергея, отправив того за пределы трассы. В конце первого круга в боксы заезжает Сергей Фролов, стартовавший на седьмом месте. После просмотра повтора становится понятно, что Сергей дернулся раньше времени на старте, за что и получил штраф в стоп-энд-гоу. Пилоты начали растягиваться по трассе и вкатываться в гоночный ритм. Уже на втором круге попытку атаки на лидера предпринимает Роман Пугач, и эта попытка ему удается. Роман оттесняет стартовавшего с Поула Кирилла Изотова на второе место. На пятом круге сразу два пилота совершают ошибки. Сергей Солдатов переусердствовал с акселератором, и его машину разворачивает на выходе из первого из двух поворотов Лесну. А еще чуть позже на входе в скоростной поворот Аскари теряет и повреждает машину Стас Горбунов. Оба пилота на этом же круге заезжают в боксы для ремонта, теряют много времени и откатываются вниз пилотона. Тем временем остальные гонщики уже прикатали резину и начали активные действия на трассе. На восьмом круге на входе во вторую шикану варианты Делла Роджа Дмитрий Царев из Камрад Рейсинг на торможении проходит Андрея Злобина из команды Mind the Gap и перемещается на шестую позицию. Кругом позже под натиском украинского топ-пилота Евгения Мироненко ошибается Роман Барсук и пропускает соперника на третье место. Гонка подходит к экватору. Скоро должна начаться волна плановых пидстопов. Дольше всех продержался на трассе Кирилл Изотов. Он дотянул до 15-го круга, видимо, надеясь пустым баком и на прогретой резине создать себе задел для того, чтобы вернуться на трассу лидером. Но в тот момент, когда Кирилл еще только вырубил спидлейн, мимо него пронеслась машина Романа Пугача. Расчет Кирилла не оправдался. Но еще не все потеряно. До первого места чуть больше 4 секунд. А в это время в задней части пилотона происходит неприятное происшествие. На 18-м круге на входе в скоростной поворот Аскари разворачивает машину Сергея Гильца. Сергей остается стоять в очень опасном месте и через несколько секунд в том же повороте теряет машину Андрей Мова. Неконтролируемый Порше Андрея пролетает на огромной скорости в считанных сантиметрах от машины Сергея. Но все обошлось и оба пилота продолжили гонку. К 23-му кругу за 4 круга до финиша Изотов вплотную подбирается к лидеру. Их разделяет всего полсекунды. Кажется, нас будет ожидать интереснейшая борьба и очень плотный финиш. Но Кирилл, догнав Пугача, не справляется с нервами и начинает совершать небольшие ошибки. Через 3 круга расстояние до Романа увеличивается до 2,5 секунд. И в таком порядке лидеры и пересекают финишную черту. На третью ступень подиума спокойно доезжает Евгений Мироненко. В 15 секундах за ним четвертым заканчивает гонку Роман Барсук. И так закончился пятый этап, подаривший много переживаний и пилотам, и зрителям. Но впереди еще целых 7 гонок бескомпромиссной борьбы. До скорой встречи на виртуальных автодромах. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное – новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин